Здравствуйте, с вами Олегович, и мы сегодня поговорим про такую программу, как BendyCam. Она используется для записи видео, для записи веб-камер, для записи рабочего стола. Ну, короче, довольно такая многофункциональная программка, интересная. Сейчас поговорим о ней. Так, основное. Значит, папка вывода. Это то, куда будет сохраняться ваш файл, который вы записываете. Ну, проставляете здесь спокойно путь. Надо, чтобы на диске было довольно много места, на всякий случай. Дальше. BendyCam всегда поверх других окон. Это понятно. Запуск BendyCam свернутым в трей. В трей это значит вот сюда. Дальше. Запускать BendyCam вместе с Windows. Это, думаю, тоже понятно. Расширенный вариант. Значит, можно записывать FPS сохраняемый файл. Ну, это то, что я вам уже и говорил. Это тоже все понятно, я думаю, здесь написано. То, что я тоже с вами только что обсуждал. Дальше. Папка вывода тоже самое. Создавать субпапку для сохранения файлов. Кеширование записи на диск даже можно, вот видите, тут перехват. Вот вам все форматы, видите, опять же, с директами. Эта программа пишет. Директ 10, 11, все по фэншую. Ну, языковая панель, прочие. Тут тоже настроечки. Мы сейчас к этим настроечкам как раз и подойдем. Так, тут все понятно, да? Автостарт записи полного экрана после запуска BendyCam. Это понятно. Автозавершение записи. Здесь можно настроить. Очень удобно. Можно на определенное время ставить даже вот запись. Она сама выключится. Дальше. FPS. В каком углу будет у вас FPS? Ну, я люблю в правый верхний. Горячая клавиша будет менять положение FPS, F12, например. Так. Галочку поставил, чтобы можно было здесь даже поменять позицию на экране. Дальше. 30 FPS я выставил. Это довольно, скажем так, оптимальный вариант. Для записи 30 FPS его хватает. С головой. Можно выставить здесь и 60. Ну, не обязательно. Сразу вам скажу. Так. Дальше. Видео. Старт и остановка. Можете выставить любой здесь себе, какой вам удобно. Ну, я в 9 чаще всего ставлю просто. Ну, чтобы вы знали. Вы здесь можете любой проставить. Пауза. Очень удобно. Удобно чем? Потому что бывают долгие загрузки. И чтобы это не вырезать. Или чтобы это не тратило лишнее время во время геймплея. Вы делаете паузу. Запись приостанавливается. Потом опять нажимаете на клавишу здесь заданную. Пауза отжимается. Вы, скажем так, без потери. Времени. Файлов, размеров. Ну, используйте это по назначению. Эту опцию. Показывать курсор. Ну, видите, у меня не стоит галочка. Эффекты щелчков мыши. Это нафиг не надо. Добавляет видео с веб-камеры. Ну, можете поставить галочку. И там настроечки. Я вам сейчас покажу за эти настройки. Так. Что здесь очень важно? Важна запись. Но заходим в настройки. Так. Звук. Запись звука. Галочка стоит. Параллельно сохранять галочку не надо ставить. Основное устройство должно быть Windows 7. Обязательно здесь стоять. Из этих всех списков Windows 7. Дальше. Микрофон обязательно находитесь свой здесь. Потому что он здесь может быть и отключен. Общая звуковая дорожка вместе с основным устройством. Ну, это понятно. Это тоже должна быть галочка стоять. Звук подается в течение удержания клавиши. Здесь можно, в принципе, только когда нажимаете клавишу, туда и записывать свой голос. Не нажимаете, голос не будет записан во время вашего видео. Дальше. Вот насчет веб-камеры. Значит, добавляем видео с веб-камерой. Веб-камера должна быть запущена. Здесь вы выбираете, какая у вас веб-камера. Находите. Размер видео выставляете от 20 до 100%. И позиция. Любая позиция может быть. Запись очень удобна. Так, чтобы вы знали. Так, логотип. Значит, вы можете сделать логотип для, например, вашего канала. Здесь вы его находите. Изображение. В путь. Нашли его. Прозрачность. Лучше 100 ставить. И позиция при записи, где этот логотип должен быть. Очень удобная функция, кстати. Кто хочет сразу логотип приклеить к видео, а не потом его приклеивать после записи. Так. Ну, эффекты это все фигня. Так. Это все здесь оставляем как есть. Так. Дальше. Звук. Шаблоны. Здесь не меняйте. Собьются настройки. Сразу вам говорю. Так. Значит, поехали в настройки. Значит, смотрите. Формат файла должен быть AV. Размер. Видео. Я ставлю полноэкранный. 100 на 100. То, какой у вас формат, такой будет снимать. Ну, можете и проставлять здесь и свой формат. Здесь есть выбор. Вы видите. Дальше. FPS 30. Это, я думаю, понятно. Кодек. Обязательно не какой-либо другой, а Motion JPEG. Качество 80. Его за глаза хватает. Больше не надо ставить. Звуковая. Кодек звуковой. Обязательно PCM. Так. Дальше. Каналы стерео. Вы сами понимаете, чтобы звук был хороший. Частота максимальная. 48 тысяч. И окей. Так. С этим, я думаю, мы разобрались. Дальше можно изображение. Скриншоты делать. Видите? Форматы. Здесь вот высокого качества. Опять же, вот в F11. Вы любой здесь ставите себе. Скажем так. Хоть хотите, F5, F4. Любое поставили, как вам удобно. И уже делаете скриншот. Показывать, включить звук затвора. Ну, это все, как вы захотите, так и будете себе там играться с этой всей лабудой. Ну, что ж. Вот вам все, что вам надо знать об этой программе. Делайте настройки. Используйте. Пишите игру. Выкладывайте на YouTube. Я буду смотреть. Все будем смотреть. Ну, и вы заходите на мой канал Best Video Games. С вами был Олег Ильич. Желаю вам удачи. С вами был Олег Ильич.